Огонь Весной заметить не сумел Когда переболел И твое покосил Аладдик без лампы в темноте Ориентир один интуитивный саунд Охотник словом на пустом листе Меня полгает в поиск И я ныряю лампы к нам Без воды я растворюсь в толпе Сухая капля, одинокий яд И буду медленно идти к тебе И проверять словами твой зеркальный взгляд Сломаю смехом персональный код И займу все место у тебя внутри Но потом закат наденется восход Мне станет тесно И я тихо крикну Отвори Время слову я кричи Тьму больше любит умирать Я так хотел с тобой быть Как я могу всегда понять Зачем мои сарапа на тетрадь? Я не придумал сам, как не придумал слог Который мог бы тебе рассказать? Как в тот момент я просто без себя не мог С дороги на полянке оборвется сон Чем не вероятный, тем короче он Тем больнее в ночи Одной проснуться вдруг И не заснуть никак Все будет сверху стук втрук Мога я тебя сбежать Не получить, не потерять Но ты в уши играешь в ночь Зачем тебя за эта боль? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, дорогие друзья! С вами диджей Дистемпер, диджей Лео. Леш, привет! Здорово, Тём! И это лайф-шоу Голос Рока. Сегодня у нас в гостях замечательная команда многих участников, из которой вы знаете по другим проектам. Группа Модем у нас в гостях. Ребят, давайте поздоровайтесь как-то каждый И каждый пусть расскажет, кто он и что он в этой группе. Привет! Меня зовут Кэш. Я играю на гитаре, пою в микрофон. Здрасте, Николая мы обозвали. А бас, гитара, микрофон у меня... Так, поговорите иногда. Мы это исправим. Я, Вася, барабанщик. Собственно, всем привет. Ну, Кэш, Вася, Коля. У меня сразу вопрос, почему Кэш, Кэш? А Вася, Вася. А Вася, Вася. А Коля, собственно, как бы Коля, да? А Коля басист, почему? Почему Коля басист? И говорит иногда. Он же сказал, его так обозвали. Тут очень такие странные порядки в группе. Давай. Так, давайте тогда про историю группы, создания, поговорим, да? При каких обстоятельствах, когда все это произошло, и самый главный интересующий у нас вопрос с Артемом, как бы зачем все это, да? Кэш, наверное, тебе будет подручнее ответить на этот вопрос. Значит, зачем? На этот вопрос ответа нет, потому что такие вещи происходят. Непонятно, почему они происходят. Но всегда мозг ищет какого-то, чего-то новенького. И вот в поисках этого новенького в какой-то момент на рубеже тысячелетия появился проект модем. Притом появился он из коллектива, который назывался Endzone, и там игралось совершенно другое. А потом появился слот, и все вокруг умерло, включая модем. А вот в нынешней истории уже получилось так, что все-таки захотелось, чтобы эти песни, которые валялись очень долго в ящике, они перестали там валяться, и мы с них стряхнули пыль и выпустили альбом, который называется Disconnect, осенью 2016 года. Состав, я так понимаю, не первый. Были до этого люди абсолютно другие. Таким составом... Только ты не менялся, да, конечно, состав? Ну да, еще не хватало. Таким составом вы давно играете? Это Колян отвечает. Второй микрофон, пожалуйста. А я не помню. А, вот я примерно помню. Вначале мы планировали Никиту Муравьева на бас-гитару, чтобы было меньше коммуникаций и вот чтобы было три участника и слот. Это басист группы слот, да. Да, да, да. Значит, и он вписался, он записал этот альбом, а потом снялся в клипе и сразу ушел. Вот. И вот это, значит, где-то было, получается, перед выходом альбома, где-то, может, октябрь, соответственно, когда альбом выходил ноябрь, вот где-то ты там и появился где-то, да. Видимо осенью прошлое, да. То есть, Коль, тебе пришлось все это разучить быстренько на презентацию, да, и вступать? Да, да. Не то, чтобы пришлось, я сам попросил. Да, Колян неожиданно появился, и у меня был вопрос, когда я посмотрел, кто это и что это, на его группу Бестроганов. Опанца. Да, да, да. На то, как он там поет. И у меня был вопрос, зачем тебе это нужно? Сразу. Вопрос, с которым мы начали вообще обсуждение. Ну да, да, да. Да, иди лучше в модем на бац, как бы. У меня вообще-то вопрос к Васе такой. Назрело. Вася, тебе не мешают эти люди, что они все время разговаривают, а ты все время молчишь? Нет? Да, скажи хоть что-нибудь, братан. Отлично. У Васи здесь у нас в студии такая драмкам стоит. Он сейчас снимает. Наверное, может быть, потом где-нибудь в инстаграме вы все это дело увидите, друзья. Ребят, давайте, наверное, вторую песенку, а потом уже что-нибудь зажжем такое по нашим рубрикам очень крутое. Группа Модем у нас в гостях. Лайв-шоу Голос Рока, диджей Дистемпер, диджей Лео. Поехали. Тик-так, время назад. Кап-кап, чужие капли в глаза. Тук-тук, это твой страх. Пинг-понг, горит миа и шок. Хип-поп, а тональный стишок. Ну вот я тебя и нашел. Смотри, я тоже вижу сны, когда меня со всех сторон, Так тяжелые соны, как разбудили меня скорей Пропасть и вернуться опять Опасть, а на ногах устоять Войти, оставаясь в пути В миру снова солдат В огне на полевом квадрат В огне ветерная вода Я скрубываюсь вдохнуть, но попадая в небеса Встречается кого-нибудь, кто не обмазонит мне Глаза на ныне, падающая на край Здесь облетает только слов Я скучаю, как я знаю Давай, буди меня скорей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, сразу хотелось бы с вами как-то повеселее пообщаться в рамках какой-то мини-игры Рубрика «От А до Я» Шесть вопросов, в каждом вопросе есть слово на букву «М», потому что модем — заглавная буква названия вашего коллектива Как отвечаем? Отвечаете как угодно, не на букву «М». Не обязательно, да, букву «М» говорите, как бы это по желанию Шесть вопросов, вас трое, по два вопроса каждому Ну, произвольно мы выбираем, кому какой вопрос задавать Давайте я начну, ребят Кольк, тебе вопрос сразу же Чье мнение о творчестве группы тебе особенно важно? Мамы М, М не обязательно Да, М не обязательно, абсолютно Все равно мамы Да публики все-таки, наверное И ты читаешь, кстати, комменты, которые говорят, это сайт-проект Кэша, ааа Нет, я предпочитаю Это Артем их пишет просто Люди на концертах говорят Наверное, самое честное вызово все-таки Ну и в принципе, да Я так именно полагаю, по крайней мере Количество людей на концертах говорит, да, о том, нравится им, не нравится Кстати, да, наверное, вот Не обязательно все читать, можно прийти и увидеть глаза людей Количество людей на концертах, это меняющаяся функция Или, по крайней мере, она функция в какой-то прогрессии То есть Но их качество важнее, чем количество Как во многом Не, количество важно, но это столько факторов на это влияет Что это не обязательно говорит о музыкальном материале, о людях на сцене Ну, как-то говорит, но шоу-бизнес — это такое дело Это такая тонкая штука Тонкая, да, да Или толстая Так, Кэш, ну давай к тебе вопрос следующий Что русским рок-группам мешает быть суперпопулярными на Западе, на твой взгляд? Ну, не время еще Просто наша система пока Вот система шоу-бизнеса Совершенно не относится к року вообще никак Вот, или рок никак не относится И поэтому у нас одно радио только на весь рок И если брать FM То... Два, если не брать FM Даже, может, там и тогда и побольше Ну, я имею в виду свое, да Вот, а свое — это же интернет-рати Ну, вот одно FM наше И одно не FM свое Ну, из таких крупных Не, ну, интернет же много Вы же тоже, считай, можете сказать, что вы тоже интернет-рати Сейчас подкастик, да Ну, вообще, да, как бы стараемся Нет, ну, есть в Питере Как, Радио Рокс? Это, кстати, рок-онлайн Ну, нет, в общем, мы найдем Но все равно, да Все равно, вот И пока это не произойдет У нас, конечно, никаких прорывов не будет Это все долго еще будет происходить Постепенно какой-то андеграунд прорывается На западные лейблы Есть такие... Ну, опять же, это нерусскоязычные Да, нерусскоязычные И, соответственно, они в основном это какой-то... Хотя нет, есть одна русскоязычная группа Которая сейчас по штатам отлично ездит Например? Аркона А на русскоязычной разе? Да Кстати, там... Это Ищенко там же играет? Ищенко, да Там играет барабанщик Андрей Ищенко Который был в первом составе Мадем Ох Та-дам! Вот это связь Слово на букву М Да, кстати Вась, тебе вопрос Да Вопрос сложный Ну, самый сложный Из этой рубрики сразу Специально, да? Нет, нет, нет Если бы ты был магом Какое бы ты заклинание придумал Чтобы группа сразу собрала Олимпийский? Магом, в смысле, не Магомедом А волшебником А я недавно был Магомедом У меня такая борода Да, кстати, нам вот Надя, ваш пиар-менеджер, говорила Только у нас Только у нас барабанщик бороду сбрил Там плакат другой должен быть на фишке Молодец, какая Надя Все-таки маг, но не Магомед Да Вот какое заклинание? Какое заклинание, чтобы еще раз Чтобы какое-то заклинание Нужно произнести Чтобы собрать Олимпийский Чтобы собрать Олимпийский Ну, это не знаю, конечно Жертвоприношения не должно, конечно, никакого быть Но что-то такое должно быть Близко к этому Что-то похоже на фишу, наверное, просто здорово Ну, слушай, в Олимпийскую часто Жертвоприношение Там баранов режут Курбандая Это к Магомедам Да, к Магомедам, да Кстати, слово на букву М Пожалуйста Так, Коль, Коль, Коль Привет, привет, привет Слушай, вопрос к тебе Я давно хотел задать еще с детства Твоя мечта, которая никогда уже не сбудется Ну, такой он немного грустный Ты уж извини Да, я расплачиваю сейчас Это Артем придумал, я ничего личного Почему на меня все шишки? Потому что я хотел нормальный вопрос придумать Я, наверное, счастливым ребенком был Потому что я не вставил перед собой каких-то задач Которых я категорически не мог выполнить Не, ну, может быть, сейчас Не обязательно Например, у меня есть такая мечта Я не могу ответить на это Нет, это можно Например, смотри, у меня есть группа, на которую я всегда мечтал сходить И я никогда не схожу Queen какая-нибудь Какая-нибудь Death Отлично Queen это у меня Ответ пришел справа относительно Помощь зала Нет, может, у тебя тоже есть просто Не, правда, что-то в голову вообще не приходит Ну, про группу ответ шикарный Ну, что ж, мы рады, что ты такой счастливый человек Да, я тоже Нет, а я тебе отдам свой вопрос А, вот так Будем меняться вопросами Кэш, что, на твой взгляд, является мерилом популярности? Включает Николай Вася, помогай Переход хода Мерилом популярности? Да Что-то приношение у Олимпийского Мерилом популярности? Теория относительности Магомеда? Мерилом популярности? Мне кажется, как раз мерилом популярности Это теория относительности Я прям тупой какой-то Да не, ну вот Не расстраивайся Количество приходящих людей, мне кажется Конечно Не расстраивайся, у меня тоже с ведущим не повезло Есть еще всякие соцсети Потому что все просто Сколько людей на концерте, если говорим про музыкатов Рейтинг И сколько у тебя людей в инстаграме Вы сразу пришли такие Популярность, да, сразу музыкантская А вдруг оно Не, ну людей в инстаграме тогда Это для кого угодно Ну ладно Итак, знутаки, внимание, ответ Колян, давай Отвечает Николай Количество грэмми Вот это ответ, вот это я понимаю 5-3 в пользу знутаков Крупья Ваш ход Вась, вопрос к тебе, соответственно Да, ты у нас остался еще Неиспользованным один раз Ну это грубо, Алексей Я в хорошем смысле, да? Ну, может быть, в плохом, не важно Какое место в твоей жизни занимает музыка? Больше Большую часть моей жизни Ну, то есть, если распределять Первое, второе, третье Музыка первая Потому что я, как бы Околомузыкальными профессиями тоже занимаюсь Я и как звукоржиссер работаю И как преподаватель в школе искусств Хорошо, а девушки? Нет, девушки, конечно Не, ну как, конечно, подожди Нет, братан, давай определись А это все настолько взаимосвязано? Девушки появляются из-за музыки, я так чувствую Во многом Ну, нет Не, у меня есть девушка, как бы Они преподаватели Уже имеются Преподаватели? Ну, как бы Влебиться в учителя Это такая ароматическая история По-моему, отлично Ну, слушай, Вась, спасибо тебе Так очень грамотно вывернулся Я все думаю, как подколоть И у меня ничего не выходит Да, и ты отдал вот вопрос А мне сегодня бежит, когда вопрос какой-нибудь Ну, какой, кого-нибудь спортсмен спрашивает Какое в вашем, в вашей жизни место Или что для вас хоккей? Хоккей — это моя жизнь И все Да, и больше уже ничего не спросишь Ребят, давайте третью песню Песня из кинофильма «Мы из будущего» Который нами там и исполнялся, собственно В окопах В окопах мы не сидели, но голос звучал мой Ох Это на заметочку всем любителям кино Кстати, «Мой из будущего» отличный фильм, на мой взгляд Ну, скажем так, для русского фильма он отличный вполне Да, хороший Да Хороший Я с удовольствием, когда ходил на эту премьеру, посмотрел Согласен Странное ощущение, когда ты поешь с экрана не своим ртом Да, это странно, об этом стоит подумать Да, мы будем думать об этом всю следующую песню У нас как раз будет время для этого, да В руках автомат, потому что солдат Блестят ордена, потому что война Вернулся домой, потому что герой Вернулся домой живой Это тишина и солнце спит Вдруг сказали, смерти больше нет Просто солнце свет и тишина Вдруг сказали, кончилась война Вернулся живой, видно правда с тобой Соскучилась мать и от счастья рыдать Обнимет жена и так посмотрит она Что снова придет весна Это тишина и солнце спит Вдруг сказали, смерти больше нет Просто солнце свет и тишина Вдруг сказали, кончилась война Наступила тишина Как будто павший лист осенний Застыл и кончилась война А этот выстрел был наследний Вдруг стало слышно пение птиц И речку снова слышно стало Ветрами смерть смахнулась лиц И можно все начать сначала Это тишина и солнце свет Вдруг сказали, смерти больше нет Просто солнце свет и тишина Вдруг сказали, кончилась война Лайф-шоу Голлс Рока У нас в гостях ребята Мадем И рядом со мной очаровательный ведущий Артем От которого пахнет апельсинами Пахнет апельсинами? Всегда? Нет, только сейчас почему-то Я как Чебурашка, конечно Как Чебурашке пахнет апельсинами? Если он был в коробке с апельсинами в ящике Классиков надо знать Да, я не сказал Это Мурат Я думал, что Чебурашке крокодилом Должен попахивать Это какой-то плохой мультик Крокодил бы не доехал Да Чем же пахнет Чебурашка? Это отличный вопрос Отличное название для альбома Какой-нибудь рэп-группы такой модной Рэп, думаешь? Чем пахнет Чебурашка? Пан-группа, скорее Пан-группа, чем пахнет Чебурашка? Это другой вопрос Для какой группы в качестве персонажа Для групп какого стиля подходит Чебурашка? Тоже неплохо И, мне кажется, много этот вариантов В Японии популярен Вася правильно говорит В Японии он просто там икона стиля Он продан туда Значит, можно встретить японскую Блэк-металлическую группу Которая поет про Чебурашку Да Вполне возможно Ну, ребят, давайте, может быть, немного поговорим Чебурашка раскрашена Немного поговорим о лирике О чем вы пишете В основном Ну, может быть, мы с Артемом Как бы примерно представляем о чем А вот неискушенный зритель Может быть, вдруг такое существует Что первый раз увидел вас Скорее всего, так Ну, есть такие люди Тот же Чебурашка, например Если он существует Да, он такой Опа, что это? Вот, расскажите в основном О чем пишет Вдруг он видел нас Да Бывает, что песня Это какая-то тема Вот сейчас в руках автомат мы играли Понятно Это к фильму было Фильм прям писалось И понятно Что это про войну Про позитивное Ее окончание А вообще Говорить буквально Про то Эта песня Про то А это про это Не совсем хочется Потому что Во-первых Здесь должен оставаться Какой-то дым Какая-то недосказанность Иначе это не поэзия Вообще Ни в коем случае Вот И мне очень нравится Сремен цитировать Сальвадора Дали Который говорил Про критиков Что Они говорят Они еще обсуждают О чем мои картины Я сам не знаю О чем мои картины Вот А не то чтобы Я совсем не знаю Но это не обязательно знать всем Такой секретик И фишечка Вообще Вообще Вот этот альбом Который вышел Он писался В период Совершенно беспорядочных Отношений С противоположным полом Вот И там этого много Все это начиналось Заканчивалось Как это я недавно Послушал в фильме На английском In Out and Love Очень емко Англичане могут выразиться Колям не даст собрать Да У них емкий язык А давайте тогда Может быть Сразу По другую сторону Лирики поговорим Есть ли какие-то темы О которых вы В принципе Не хотите писать И не будете По какой-то там причине Тоже Здесь же нет никаких задач Задач никаких нет Писать об этом О том Песня рождается Как получится Какие-то факторы Ну может например Вот принципиально Не нравится вам Чебурашка Вот вы никогда Не будете Ну возможно Вот так Чтобы главный герой Прямо Это Чебурашка А вот так хит рождается Наш герой Это Чебурашка Идею для панк-группы Как будто Сейчас Да кстати Надо 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 Ловышки Будет Взять Авторские права Между прочим Конечно сейчас придумал А ему не отстегнут Ничего Ну зачем А Успенский Мне не отстегнет Да Да кстати Еще есть Успенский Придется делиться Ему Япония Отстегнет Сложная цепочка Кстати интересно Сколько получает Успенский Из Японии Дивидендов Ну на жизнь Хватает точно Окей парни Конечно Ты все песни пишешь Именно слова Вот кроме Сейчас получается Кроме в руках автомат Потому что Это вообще вся песня Написана Вместе Такой С Тимур Курбанбеков С которым Мы когда-то делали Смешной Хип-хопный проект Гондурас Такой был Да у нас был Альбом Три рубля И вот это Вообще изначально Это его трек Понятно Если кто-то из участников Группы принесет Свой текст Коля Вася Возможно Что эта песня Коля вообще может Кстати Ну Коля да Вот я спрошу Как у Васи с этим Не ну все равно У Васи Озарение такое Да Бац написал Возможно Что эта песня Будет звучать Возможно Нет Вообще Тут все открыто Сейчас Мы будем Выпускать Осенью Какой-то Эпишничек Там уже В принципе Есть Набор треков А потом Надо будет делать Альбом Второй Потому что После первого Нет смысла Тянуть со вторым Это плохо Это потом Можно Группе Расслабляться Вот И Вот туда Все двери открыты Настя Любой материал Мы даже обсуждали уже Колян Там Какую-то песенку Обещал Василий тоже пишет Произведение На самом деле Может несколько Музыку В каком-то другом стиле Но музыку Музыка Это уже старт Так что тут Возможно Любые варианты Кэш Еще вопрос Говорили Есть еще у нас Инфа 100% Что ты пишешь Еще для других групп Какие-то тексты Есть такая Практика у тебя Не так часто Это есть Но вот в основном У меня группа Ария Вот если На нее я больше всего Отвлекаюсь У меня там 6 текстов А какие песни Хотя я писал Вот есть проект Например Много писал Но нет смысла Может быть говорить Об этом Какие песни в Арию Значит Армагеддон Господи 4-5-1 Это симфония огня Вот А потом Мессия У нас был трек Дальше Какой-то дальний свет Я вспомнил 4 с 6 Ну в принципе Это похвально Кто знает О, я хочу рассказать Одну вещь Она очень смешная Давай Когда написал Вначале на первый альбом Куда Володя пригласил Халстинин меня пописать Я написал Три текста На следующие два Потом один Ну вот Ну так получилось И вот когда три написал Я искал что-то Я еще занимаюсь дизайнами Для Арии Много Вот И я искал Мне нужно было что-то Для дизайнов По-моему Какую-то мне нужна была Какая-то хронология Что-то И я попадаю на сайт Где-то в форме Идут обсуждения Текстов Альбома Ну вот И там про меня Совершенно замечательная Ремарка Что Кэш Умудрился написать Два худших И лучший текст альбома Я очень радовался Отлично Но это не золотая середина Значит Нет это прекрасно Это крайнее значение Самые яркие все тексты Два поганых И один гениальный Прекрасно Прекрасно Хороший историк Ребят Вопрос тоже ко всем Наверное Вопрос такой Может быть вам его часто задают Не знаю Ну я не могу не задать Так вы участники группы Бестроганов Слот Ну Двое Кольца Бестроганов Как текст Два и один Да Два и один Крайности такие Один хороший Такой Вас Вас вообще не напрягает Что наверняка Наверняка же сравнивают Проект модем С творчеством группы Слот С творчеством группы Бестроганов Говорят Вот кэш в слоте Там лучше Хуже Не напрягает Вообще Людей Шлеты далеко надолго Или в принципе Говорите Ну как будто Может быть похоже Настолько все разное Получается Что у ребят Но сравнение Оно же неизбежное сравнение Ну и ладно Это разговор Хорошо Пусть они будут Неизбежно Но довольно бесполезно На мой взгляд То есть Если ты хотел ребят Вывести из равновесия Душевного То у тебя ничего не получилось Да Опять мой вброс Надо работать над этим братом Ладно Тут же все же держится Но это хорошо Пусть один другой Есть о чем поговорить Должен быть Лучше чем не обсуждают Информационный повод Кстати Да Как говорил Тиберий Такой страшный император Говорил что Пусть Ругают Лишь бы боялись А самый Долго проправивший Император Август Он лет 40 правил Что ли вообще Он говорил А как же он говорил Самое главное Что он не был немым Он говорил Ребята Нет Подождите Он как Ребята Это разговор Я знаю Я хотел проект Лайфшо Голосрок Вывести до такого уровня Уже три года Чтобы только начало вопроса И уже ответ Это прекрасно Мне очень нравится момент Когда подходит два человека Один просто светится И жаждет сфотографироваться А другой Ни хрена не понимает Что это за чувак Такой И стоит с глупой Улыбкой Ему потом объяснят Это же кэш Он волшебный Прекрасно Прекрасно По Тульской Ну вот И навстречу идут Два чувака Они говорят Мы их слышим Вот там переход Тихо достаточно как-то И один говорит Смотри Это же слот А другой говорит Да что это за слот Это херня какая-то Опять крайности у нас Ребят Ну что Давайте еще одну песенку Воткнем На лайфшо Голосрока Группа Модем Вась, Коля и Кэш Поехали Мой календарь Весь белый На часах Опять зима А мы с тобой Лишь пара Незнакомых Лиц И только Очень смелый Не сойдет Теперь с ума Когда увидит Встаю Падающий птиц Замерзший птиц Я искал Где-то теплее И просто шел Не было не до сна Мы оказались На одной аллее И встретились Наша явилась Листа И даже если холод Мы согреты Есть у нас На все свои ответы Мы ожидаем Костынение лета Думая Что это До всегда До всегда До всегда До всегда Тылое с солнца Белый океан Трастей кипит Горячим дымом Выдыхаются слота И только очень смелый стиску в рот не закричит Когда он видит, что кончаются трава В костре любви ветер дунет посильнее И мне не видно твоего лица А лист, который остальных желтые Взлетит, обозначит начало Хотя уже не лепно и не осень в роте Мы с тобой стоим на переходе И разговоры только о погоде Это приближается зима Без полезных слов Мне это знакомо, как холодно Дома такие синдромы Не знают врачи Нагрею я чайник Включая баяльник Опять я полярник в полярной ночи Ребят, так как вы все-таки какой-то единое целое группа модем Вы, наверное, про себя Про себя и про других участников группы Должны хорошо что-то знать Особенно, наверное, хэш с Васей Потому что очень много времени и в другом проекте проводят вместе В общем, рубрика называется «Знаешь ли ты?» Перед эфиром В кулуарах наших Мы каждому участнику группы задали по два вопроса И сейчас мы эти вопросы будем воспроизводить А остальные участники группы будут угадывать Какой ответ дал кэш, например, Вася или Коля Первый у нас на очереди Вася Мы задали ему вопрос Какой самый лучший подарок он получал на день рождения? Ну и кэш с Колей угадывают Давайте, ребят Абсолютно точно лучший подарок Это кофр для бейсболок, который подарил ему я Блин, я... Нет, ответ был другой Кэш, ну на самом деле я просто про него забыл Я бы его сказал Лучший подарок, про который забывают Да, лучший подарок, про который забывают Ну думайте, думайте, ребят Давайте попробуем угадать Ну у меня не получилось Приход хода У меня вообще шансов очень мало А у меня тоже больше нет Ну пофантазируй, я не знаю Я сразу бы выпалил Давай подсказывать, наверное, Вась, да, людям? Ну да Чтоб было интереснее как-то Нет, на самом деле меня этот вопрос тогда в ступор поставил Когда мне его задали Ну он неожиданный был, да Да, очень неожиданный Нифига Но он немного связан с отдыхом Да То есть он совсем даже вещественный Он совсем вещественный Я бы так сказал Ну да Напрямую, да Тебя отправили отдыхать куда-нибудь Да, да, Коля, отлично Я верил тебе Путевка Ну, грубо говоря, путевка Да, путевочка Господи, в Египет В Турции В Турции я почти был Ну вот так вот вообще Супер, супер Когда это вжил, твои в Турции может быть крут Крут съездить Следующий вопрос Мы задали Кэшу Каким было его первое хобби Ну или увлечение в жизни Думаем банально Да, да Это не сложно Спорт надо положить А кто отвечает? Можешь ли ты сказать? Нет, в жизни первым В жизни, да Самое первое Спорт, я думаю, он позже занялся Хобби Ну то есть Это хобби советского мальчика, я бы так сказал Да В принципе у нас такие же были примерно Да Отлично Коля, 2-0 Ну когда ты глубоко в детстве Я прослушал Марки, марки собирать И начал покупать туда марки Ну это было мое хобби получается Мне спросили про первое Но мне кажется, раньше ничего не было Я даже не знаю, насколько это было хобби Но в принципе мне нравилось У меня была тема космос Ох, это классно Классно Гагарин, Титов и так далее Наверняка что-то там такое Терешкова в основном Ну мальчики, правильно Нет, я не буду сейчас говорить совсем пошлую шутку Все, все, все Валентин Терешковый в каком-то городе Неплохо Наши подписчики, которые увидят это все на ютубе Пусть нам расскажут Мало ли, может из этого города кто-то Оттуда, из этого города Терешкова Из этого города Естественно Ну я просто не помню, что это за город А у нас сейчас, да У нас сейчас здесь нет связи интернета Мы не можем смотреть На музей классный Прекрасно Следующий вопрос мы задали Коле Последний музыкальный альбом или песня Которая его впечатлила Я не знаю, сложно это или не сложно На самом деле это самый сложный вопрос Который можно было Ну, потому что Ответ сложнейший для меня Я не знал Для тебя даже сложно Это даже для меня было сложно Я даже такую группу не знаю, ребят Про песню я вообще молчу То есть серьезно подошел к вопросу Варень А еще прям трек Групп хотя бы угадать Подсказочки-то будут? Будут, конечно Самый близкий человек для каждого из вас Вот есть название этой группы Только на другом языке Самый близкий человек Самый Теплый Самый Это реально Любимый Ты про меня, что ли? Я не понимаю Алексей Ну ты На втором месте Пока ничего не было Так что Я на самом деле Я вообще не так, что Очень много радио слушаю Но как-то вот Включил я волны Максимум Максимум Да Значит, какая-то импортная же коллектив Да Единственное Это связано Название Есть такая Ребята Есть такая песня У группы кино Есть такая Песня Анархия Да Мама Мама Все правильно Два раза Мама Мазэ-мазэ Это хороший коллектив Канадский Офигенный А песня? Песня? Не знаю Запрещенная Она запрещенная Я знаю просто название Одной только Ну Скажи Let's fall in love Нет Это крутой вообще Коль, наверное, не догадаются Они какая-то Я не знаю название Название Дракс Да, вот Наркотики Они вообще молодцы Вообще молодцы Нет, там Дракс именно от тебя Дракс Понятно Нет, я не слышал Послушать Обязательно Офигенный трек Кстати Мы все, наверное, послушаем С первого раза Влюбился Ну, похоже На прошлой неделе Вышел на прошлой неделе? Нет, я слышал На прошлой неделе Ну, в силу того, что Он до сих пор вратар Но их нормально крутит Поэтому Нет, очень крутые ребята Для меня это новье А значит, брат Брат и две сестры Нет, вообще не в курсе Кто это, что это Я просто услышал Песню, мне понравилось И потом сказали Сейчас, конечно, говорит А ты знаешь, что они сиамские? И все Дурдом Нет, это просто герб Смотрите Вася Мы задали вопрос В каком бы виде спорта Он бы хотел стать чемпионом И он нам что-то ответил Соответственно Ответил круто А ты ответил именно Вид спорта? Да Ну, да Да Олимпийский, я даже сказал Ага Но это не санный спорт Да Такая Кому он нужен? Санный спорт никому не нужен Такая была шпилечка В адрес одного человека Нет, я не потому что Типа он плохой Нет, он по-плохому элитный Да Я так называю Плавание Нет Нет А можем судить Круг подозреваемых Летний и олимпийский Летний, летний, летний Нет, ну вообще Теоретически летний Ну да Нет, играть можно в любое время Я согласен с тобой Ага, это игровой вид спорта Да Ой, да-да-да, я проговорился Меня смущает, что он как-то переходит в зимний Нет Он вообще никак не переходит в зимний Если все порядок с головой Я недавно Я вчера увидел Волейбол, в скетбол Нет Минифутбол Нет Все рядом, рядом Нет Вот теннис прям очень рядом Бадминтон Да Слушайте, Коля Вообще сегодня пора играть Ты реально хотел бы, да? Ну я бы хотел Хороший Я стараюсь реабилитироваться За тупость в первой части передачи Мы вырежем это, Коля Группа модем состояла в первой части из двух человек Как только мы учредим какой-то приз Коль, как только мы учредим какой-то приз Обязательно в наших эфирах Мы тебе его отправим по почте Я очень буду ждать и надеяться А можно не по почте тут рядом Да, я принято тут рядом Ну, забежишь, что-то Заберешь, что-то Твой приз ждет тебя на Orange Studio Кстати, вот где мы снимаемся Мы об этом сегодня не сказали Алексей Ни разу не сказали Это Orange Studio, метро Алексеевская Приезжайте Здесь мы Хорошо Не знаю, прекрасные условия И хороший очень звукорежиссер Это важно Дима сейчас вот Звукорежиссер нас записывает И улыбается наверняка И улыбается сейчас, да В данный момент Дим, привет Привет, Дима Так, следующий вопрос мы задали Коле Какое из великих открытий Или изобретений Ты бы хотел, чтобы принадлежало тебе Что бы хотел изобрести Коле, что уже изобретено Радио Нет Лампочку Нет, ну это все тоже очень близко Вася, пробуй, Вася Вы музыканты, вы должны угадать Китарные усилить Ой, ой, ой Ну это все рядом, прям рядом Чуть-чуть Обожжешься Прям горячо, да Вот по-моему этим занимается Такой человек, как Фокин А, звукосниматель Да Ну не делать, а изобрести Я бы не хотел их сидеть, потать Я бы хотел их изобрести Фокина мы знаем Да Я даже у меня Стояло здесь два датчика Фокина Как-то А почему сейчас не стоят? А значит Бриджевый не зажил Ко мне не подошел А Нековый, кстати, очень понравился Но мне так нравится Вот этот джазнек Сэммер Дункановский Ну не знаю Но Нековый очень Фокинский понравился Ну это прекрасный мастер Я знаю, что Серега Терентьев Большой металлический музыкант Вот У него есть какой-то там С каким-то названием Типа магма Или что-то такое Там магнетик Ну что-то какое-то есть Бриджевый Который у Сереги Основной на одной из гитар Очень круто Так что такие люди играют И с ними Володь Холстин Тоже работает Вообще приятно, что Да? В России начались делать Очень важно Сейчас очень многие на факте Да много всего в России делают Я тут тоже небольшую рекламу хочу сделать Да, конечно Вот у меня тарелочки Нижегородского производства ED Symbols Называется Замечательные тарелки Да А то очень от них кайфов У меня, например, бас-гитара Производство здесь Вот на метро Алексеевской Делалось Благословочно То есть какая-то не фирменная Да? Именно какая-то вот чистая Ручная работа Ее я сделал А клюв грифа у тебя поменялся? Да Я шипончик туда сделал Ничего себе Красиво Ты же хотел другой гриф вообще Да Временка Временка? Ничего себе как-то время потратил На временку Смотрится фирменно По-моему, мы мешаем Ребята валят А там вместо W будет K Или что-то Надо придумать Еще бы незнакомые слова Они не говорили Нет, ну просто Вы посмотрите инструменты Это самопал Нет, это смотрится круто И это самое главное Своими руками сделано Мне кажется, что у него Какая-то очень маленькая дека Для баски Может, это кажется? Нет, нормально Я просто сам не очень большой Обычно такие оптические обманы Как раз у Сереги Терентьева Здоровый чувак вот такой И у него все гитары Кажутся маленькими Почему? Я если беру в руки Какого-нибудь Не знаю Фендер, джаз, бас Меня за ним просто не видно А Фендер, джаз, контрабас Если берешь Я боюсь, что даже не беру Ну что И последний вопрос У нас мы задали Кэшу, соответственно Я же забыл Задали Не важно Ладно Задавали Если бы ты не играл рок Кэш Спросили мы В каком бы стиле Ты мог бы себя проявить В каком музыкальном стиле И у вас, ребята Есть минута А мне кажется Это легко Похоже Похоже, Вась Не, не, не Отвечает Василий Но это не туда Нет, не похоже По стилю По словам Рифма почти Это второе слово Это да, второе Одно из двух Брить поп Брить поп Синти поп Синти поп Отлично Отлично Сегодня ты в ударе У меня сегодня Возможно Здесь меня завтра спросят Просто сложно уйти От слова рок Все-таки хочется играть Что-то рокерское Даже с примесями С какими угодно С хоть сам попсовыми Ну вот Но чтобы это был Все-таки рок Парни, у вас сейчас Есть такая возможность Играть рок Сам очень попсовый Давайте ее не упустим Друга модем У нас в гостях На лайфшоу Голос-рока Диджей Дистемпер Диджей Ильяо Коля Кэш И Вася Поехали Куда протянута рука Там крик захлопнутой двери И голос просит Не смотри Как убивает ночь Полярный день сурка Куда уставились глаза Осталась мокрая тетрадь Усталость может долго рвать Последние листы ждать Как сорвутся тормоза Сиди на разных крышах Вся как молчит Вслед за земляном огнем Твой телефон не пишет Он мне звонит Знаю, что я тебе не звоню Куда направлен ход стопы С цепи спускается курок Быстрее, чем кусает ног Быстрее, чем растут Розовые шипы Куда уносятся мечты Которые спылись давно Куда все прекрасны, как в кино Но разводным крючком Разведены мосты Сиди на разных крышах Закон молчит Закон молчит Вслед за земляном огнем Твой телефон не пишет Он мне звонит Знаю, что я тебе не звоню Я тебе не звоню Закон молчит Разных лежат, закон кричит Вслед созеленному огню Твой телефон не дышит, он не звонит Но это я тебе не звоню 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 Друзья, минут на 15 Новосибирские полицейские задержали нетрезвого водителя Который утверждал, что за рулем находилась его собачка Инцидент произошел в ночь на 17 мая Погоня экипажа ППС за хэтчбеком в Дзержинском районе Закончилась нежданным заявлением водителя автомобиля Ночью на улице Толобухина работники патрульной службы Блокировали автомобиль, за рулем которого в состоянии сильного алкогольного опьянения Находился мужчина Но автомобилист, находившийся в состоянии опьянения Утверждал, что за рулем автомобиля во время погони находился его пес Работники ДПС не поверили в историю И составили протокол на жителя Новосибирска Пес, в свою очередь, ждал своего владельца, чтобы отвезти его домой Вот, собственно говоря Любить ли вы же водку? Коль, да, Коль Отличные истории Коль, вопрос к тебе Встречал ли ты еще собак, выполняющих функцию человека в своей жизни? Извиняюсь, я вклинись Вот, мне кажется, Коль, твою машину тоже твой пес водил У тебя куча шерсти сзади в машине Я всегда так делаю, только, ну, да Я не пью Тебе так пригалывают Вот, а собак любит машину водить Есть ли у вас на память какие-то еще такие подобные истории? Может быть, можно их обсудить? Не, история феорическая Классно все Ой, а мы сегодня познакомимся с твоей собакой? Да Прикольно У него... А как зовут собаку? Боевой Боевая модель Да, очень страшный пес Очень А имя у него есть? У него есть имя его зовут Или он настолько страшен, что его даже... Кронг его Кронг? Каче как Крэнг, только Кронг Сейчас страшнее стало Почти как Крэнг У меня родили Холодок пробежал по спине Питбуль, да? Питбуль, да О, это серьезно, да Это самое нежное существо на Земле вообще Да, я видел в Инстаграме, он выгоняет Колян из кровати Ничего себе А у вас есть какая-то, ну, с позволения сказать, живность дома? Я слишком люблю животных, чтобы их заводить У меня четыре кота Красиво Кота? Четыре кота Четыре кота и одна кошка Два из них лысые О, сфинксы Сфинксы Клево Клево Вот кошке повезло, у нее аж три кота Когда четыре кота, это уже наркота Нет, они все стерилизованы кастроли Слушай, а кто за ними, ну, вот, ухаживает, когда ты на кастролях? Девушка моя А, отлично То есть он тоже любит кошку Конечно Либо и приходится любить Ненавидит Всякое бывает, конечно Очень любит кошек Она больше, чем я даже Слушай, ну это прекрасно Мы еще дворовых кошек подкармливаем Вот, конечно, просто сказал сейчас интересную фразу Что он настолько любит животных, чтобы их заводить То есть все зоопарки, это все вообще ужас Нет Я не смогу, грубо говоря, их обслуживать Я уеду куда-нибудь Нас тоже двое Я и Йола в квартире Если мы куда-то уезжаем вместе Вот недавно мы свалили на 10 дней в Германию Кстати, да Что? Куда? С добрым соседем У меня столько проводов дома, что Кстати, Артем может приведить несколько кошек У него кошки есть дома У меня тоже провода дома есть Все нормально Если что, я заберу У меня были провода когда Васина До покупки собаки Да Ну да Проблема с проводами Не только если грузунов заводишь А вообще любых животных Вась, если будет потомство Артем с удовольствием приведет А, уже не будет Уже было? Это печальная история У кого потомство не будет? Подожди У котов У котов Вась, прости, пожалуйста Я неправильно понял Нет, ну вообще Дети у кого-нибудь есть у вас? Я слишком люблю детей, чтобы их доводить Чтобы их обслуживать Чтобы их обслуживать Дети сейчас очень дорогие в обслуживании Да, сразу же можно взрослого взять себе и все Я просто на прошлой неделе была в гостях группа «Голос Америки» И У кого вы не спрашивали Двое, трое, двое А ребята тоже музыканты постоянно Ну они меньше гастролируют, конечно Музыканты постоянно Музыканты постоянно гастролирующие, хочу сказать Ну не так, наверное, как участники слот И строганова, да Но все равно Постоянно какие-то у них движухи Я не представляю, как жены их Вообще Постоянно же с детьми Не с одним, а с тремя Это ад какой-то По-моему, это ад Ну некоторые удаляются, у некоторых хорошо Некоторым нравится Не, ну можно няни всяких на себе Я вот смотрю на вас на таких красивых А вы воевали из-за названия с «Голосом Америки»? У нас было очень много шуток на эту тему, да Да, да Потому что у нас было это лайф-шоу «Голос Америки» И в гостях группа «Голос Рока» Ну вот такая А мне кажется, это передача из «Зон» «Голос с Рока» «Голос с Рока»? Ништячок, ништячок Такое пределение И вам только надо не на табуретке брать и на картах сидеть Да, 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 и татуировки себе наделать Да, так это у вас пока пробелы, да Не надо что-то Ну мы работаем над этим, я думаю, в следующий раз, когда вы придете Когда забьешь рукав, конечно Второй-то, я его сейчас проектирую Я просто смотрю, да, ты в инстаграме, а как вам так? А как вам так выкладывать? Да, народ реагирует, интересно послушать тоже Я подписан, но я ничего не пишу, конечно, извини Ну ничего страшного У меня нет такой урок, я не разбираюсь с них вообще Нет, а тут же не нужно разбираться, нравится, не нравится Вот первый получился такой Сейчас вторая должна быть такой же, но несколько другой Слушай, ну вот забьешь ты вторая рука, а дальше что? А все И капец как бы Ну не знаю, там многие икры, например Я просто не знаю, есть это Ну да, есть ли у меня икра, у меня есть Ну ты занимался санным Ты занимался санным спортом, там это логично, что надо разгон Икры должны быть Нет, ты сейчас путаешь с Бобслеем Бобслеи-то здоровые совсем, мужики Они разбежались, запрыгнули, поехали сидя А санный спорт это сел, отплакнулся и поехал А, точно, там же И еще же есть скелетон, вот что Скелетон, ты разбежался, прыгнул и поехал вперед мордой Да, ну то же самое, что с санной, только вперед мордой Да, и только в одиночке, а в санях есть двойки, я в двойке гонял А почему нет, кстати, в скелетоне двойки? Потому что друг на друга как они прыгнут А если это мальчик с девочкой, там еще и потом становится Мы мыслим одинаково Да-да, мне нравится это все Отлично, ребят Предлагаю, наверное, следующую песню сыграть Субтитры сделал DimaTorzok Painful to me, peace right through me Can't you understand, oh my little girl What I wanted, whatever needed is here in my arms Words are very unnecessary They can only do all Words are spoken to be broken Feelings are intense Feelings are intense Words are trivial Pleasure's remains Sudden the pain Words are meaningless Unforgettable They can only do all What I wanted, whatever needed is here in my arms Words are very unnecessary They can only do all мог на меня They can only do all Вся Белый Снова Белый 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 Тию Малыш Продолжение следует... 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 Слушай, ну, если позволяет, как бы, возможно, там, будет... Ну, тут кому что? Я, например, люблю вот именно какая-нибудь страна, где архитектура, где можно сходить в музей современного искусства. А вот прийти на море и лечь, я просто... Ну, ладно, почему не поехать в Валенсию, там, Барселону, там, всего рядом? И то, и другое, да? Совместить приятность с полезным. Я был в Барселоне тогда, и в первый же день тогда простудился на пляже, я помню. Понятно, в общем. Это был июнь, кстати. Ты после этого, наверное, не любишь, да? Нет, ну, я вообще не скучно лежать, а меня вешают сразу. И потом я в какой-то момент решил, что я игнорирую солнце, все, хватит. Ясно. Коль, а ты как, что, лето будешь проводить без творчества, если не брать его в расчет? Ну, вообще, если честно, я-то планирую, что творчества нам должно хватить на лето, надо много чего делать к осени, поэтому будем стараться. Ну, давайте тогда перейдем к творчеству. Мы сейчас вписались в трибют Animal Jazz, как модем. А дата какая-то у Animal Jazz? У Animal Jazz 10 лет альбома «Шаг-вдох». Прекрасная властинка. Ну, собственно говоря, где три полоски же? Они там, да. Ну, там и без трех полосок просто. Там есть замечательная песня, не знаю, из этого альбома или нет, ответ нет. Не подскажешь? Нет. Нет, ответа нет, не подскажешь. Отлично. Я не знаю, кстати, оттуда и откуда это ответ нет, что это за песня, не все ориентично. Очень крутая песня. У нас был момент, что вначале я расстроился, что занята песня «Можешь лететь», вот. А потом мы реально выбирали из четырех хороших. То есть есть там, из чего выбрать даже без... Очень круто. Притом мы не выбирали три полоски, сразу решили, что это мы не хотим. Ну, это три полоски выбрать. Я, кстати, знаю, кто три полоски будет делать. Алла и Оля. Да, да, ладно. Ты серьезно? Да. У нас как раз в Германии встречал и привечал всяческий трубачий директор группы Илья Фюгельтауп. Прекрасный мужчина абсолютно. Вот мы там роскошно себя чувствовали. Сводил нас во всякие куда надо, в общем. Это было хорошо, вкусно и так далее. Свозил прям везде. Вот. И как раз он сказал там, проболтался в беседе, что отри полоски. Аня, знаешь, какую мы песню? Я говорю, ну, ну, если участвовать, то, я говорю, ну, а то три полоски. Ребята, а мы могли их выбрать, но не выбрали. Ребята, а я, может быть, отходил просто, а какую это вы выбрали песню, или это секрет? Двое. Очень я не отходил. А, собственно, что-нибудь в сочинении готовится? Да. Второй любовь, ты сказал, второй любовь должен быть скоро. Не, ну, осень эпишничек. Эпишничек. Кстати, туда, я не молчал, сможет быть, включить. Как вариант? Нет, это уже оговорено. Включить песню? Конечно. Нет, ну, может быть, вы там хотели позвать кого-то. А, нет, нет, песню. Вот мы сделаем для трибюта, и мы можем ее включить на свой EP, почему нет? Ну да. А фиток какой-нибудь на EP? Ну, пока, как-то не знаю, пока не думаю. Сейчас сделаем пару своих треков. По-моему, было бы круто с Нуки сделать. Группа Нуки, группа Мады. Это мы, это может смеялись... Слот тогда будет уже. Не-не, мы смеялись над... Почти еще Атаву надо, Атаву обязательно. Да, вот кто-то смеялся над мероприятием под названием Слотфест. То есть Атава, Мадем, Нуки и Слот, видимо, в таком порядке. Ясно. Ну, хорошо, ребят, давайте, наверное, прощаться, кто-нибудь скажет, либо каждый, либо... Какую-нибудь трогательную речь, да, можно слезу пустить. Спасибо, можете сказать, можете сказать, нет, зачем мы сюда позвали, нам не понравилось. Да нет, отлично все. Да нет, круто все, спасибо, ребят, что позвали. Пожалуйста, ребят, всегда рады. Вот, спасибо, что у вас весело. Мы надеемся, что действительно так. Ну да, 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 иначе... Иначе, зачем все это было, ребят? Смурь, это не наш путь. Да. Мы, в свою очередь, тоже, как бы... А я скажу спасибо за отличный разрул с шуткой про Чебурашку и то, что он пахнет апельсинами. Ну вот, от Каши, он очень хорошо всем поддержал. Походу, ты сейчас переименуешь себя... Чебурашка в апельсинах? Артем Чебурашка. Артем Чебурашка. Как бутылка прям. Артем Апельсинович Чебурашка. Прекрасно, ребят. Ну что, последняя песня. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Да, последняя. А мы, как бы, все, заканчиваем свою деятельность. Не последняя. Держите степпер, держите лео, группа модем. Это правда. Все, всем удачи, пока-пока, всем рок. Всем пока. Так ради смеха ли вдаль, за успехом ли? Ты переехала, тебя переехали. Просто пропала, как будто вокзалом меня пополам. Думал, упала непросто устала ты, но ты не расстались. Идарь, че сказала бы, время расставило точки в болевые места. А мечта осталась. Лучшая по темноте, катаю по твоим окна тверь. Дома не ты, в том доме, где тебя нет. Остекается на водах, на злобах шанелей, на доме шеи. Ведь я так хотел тебя всегда. Я хотел тебя съесть. Привычки, вторые натуры, их не понять. Все, то вгоряют, как дуры. И вот опять автоматически я покупаю тебе шоколад. Дома не ты, в том доме, где тебя нет. А нам обнили нервной вибрации. Ей пальцы набили твою комбинацию. И снова мне пустота, как говорит абонент. Пустота. Пустота. Лучшая по темноте, гадаю по твоим окна тверь. Дома не ты, в том доме, где тебя нет. Остекается на водах, на злобах шанелей, на доме шеи. Ведь я так хотел тебя всегда. Я хотел тебя снова и снова искать, где твой дом без двери. И так себя выбрать в игру, верю, не верю. И расстрелять этот сон, без пистолетов. Каждый посредний патрон, кто он, где ты, где ты. Нужная по темноте, гадаю по твоим окна тверь. Дома не ты, в том доме, где тебя нет. Остекается на водах, на запах шанелей, на доме шеи. Ведь я так хотел тебя всегда. Я хотел тебя съесть. Дома не ты, в том доме, где ты, где ты, в том доме, где ты, в том доме, где ты. Редактор субтитров А.Семкин